Теперь что я хочу сказать. Люди, которые армяне-азербайджанцы, потеряли своих братьев, своих отцов, эти люди уже наполнены болью, ненавистью и горечью. Соответственно, о своей боли они рассказывают своим соседям, своим родным, своим близким в Армении и Азербайджане. Эта ненависть вот так распространяется. И среди этой ненависти нету места разуму. Нету места разуму. То есть разум у нас отходит на второй план, и главным локомотивом в общении между азербайджанцами и армянами является ненависть. А когда так много ненависти, тот, кто говорит о мире, о добрее, и тот, кто говорит просто «давайте остановимся и просто посмотрим на всё это со стороны», его называют предателем, подонком. Причём кто называет? Называют дашнаки, например, в Армении, которые за 30 лет, я не знаю, как они любят Армению, до прихода Никола Пашняна, они ни разу не задавали вопрос, а что делать с коррупцией в Армении, которая ослабляет Армению. Дашнаки, которые в Карабахе построили гидроэлектростанции, грабили там на реках, зарабатывали деньги, когда закончилась война, они побежали вместо того, чтобы снимать раненых армян, дашнаки пошли и снимали свои чёртовые гидроэлектростанции. То есть я хочу сказать, что лично я считаю виновными в наших бедах коррупцию, коррупционеров, воровских, которые воровские понятия разводят в армии и ослабляют армянскую армию, и да, партии, для которых выгодна война в Карабахе, вот дашнакам очень выгодно, чтобы азербайджанцы и армяне друг друга убивали, потому что они по всему миру бабки собирают на этом, говорят, вот мы патриотическая партия, мы должны собрать бабки у богатых армян, чтобы помочь Карабаху, Арцапу. Для дашнаков я вижу это, чтобы им выгодна война, потому что если бы наша партия в дашнаке была бы заинтересована в процветании Армении, она бы до прихода Никола Пашняна к власти, она бы не потворствовала коррупции при севере Саркистяне Роберте Квачарне, которые у нас были руководителями. Вот что я хотел в этой ситуации сказать.